В США трое людей открыли стрельбу в Калифорнийском центре помощи инвалидам. Трагедия произошла во время праздничного мероприятия. В результате погибли 14 человек. Стрелявших полиция задержала практически сразу. Ими оказались выходцы с Ближнего Востока. После стрельбы в центре для людей с умственными расстройствами в городе Сан-Бернардино полиция по горячим следам вышла на двоих, мужчину и женщину. Они пытались скрыться на черном внедорожнике, однако во время погони были убиты. Нападавшими оказались 28-летний Саид Фарук и 27-летняя Ташфин Малик. Известно, что мужчина родился и вырос в США. Также, по некоторым данным, стрелявшие были супругами. Сейчас полиция разыскивает третьего подозреваемого. Господин Фарук работал в округе инспектором по качеству продуктов питания последние пять лет. Что касается свидетельских показаний, очевидцы видели, как в здание вошли трое и открыли огонь по людям. В результате погибли 14 человек и 17 ранены. Основная версия случившегося – стрельба на фоне ссоры. По словам свидетелей, Саид Фарук сначала был на вечеринке один. Мужчина с кем-то поспорил и уехал, а позже вернулся с двумя сообщниками. И хотя в полиции говорят, что версия о теракте маловероятна, все указывает на то, что стрелявшие подготовились к нападению заранее. На них были бронежилеты и при себе, помимо штурмовых винтовок и пистолетов, имели самодельные бомбы. Это какое-то сумасшествие. Сейчас много говорят о стрельбе в разных частях страны. Но трудно себе представить, что подобное может произойти с тобой, тем более в таком месте. За последние три года в США случившееся признано самым кровавым инцидентом с применением огнестрельного оружия. Лидер мусульманского сообщества штата Калифорния попросил не связывать произошедшее с мусульманской религией. А президент Барак Обама вновь призвал все партии США ужесточить законодательство и ввести серьезные меры контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием.